Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 937. Вы говорили о трех ступенях в следовании за Христом. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Вы говорите, что никто не может следовать за Христом. Третья ступень. Если не возьмет свой крест. Вторая ступень. Приведите пример из жизни, чтобы стало понятно. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Первая ступень. Отвергни себя, своего я, своего научения, привычек, традиций. Все прошлое нужно стереть и начинать с чистого листа. «Ты только что встретился со Христом и благоговейно склонился перед его ногами, как ревностный ученик. И все, что бы он ни сказал, все от корки до корки написано в Библии. Ты с радостью вмещаешь в свое сердце. Это и есть личность, образ, подобный Христу». У апостола Павла было много преимуществ перед своим сверстниками и соотечественниками. Он добился этого кропотливым трудом, учебой, быть может, окончил с красным дипломом. Обязательно были свои протежи, заступники, продвигавшие его. Многие завидовали его блестящей карьере. Но на пути в Дамаск он встретился со Христом. И после этого три дня он не пил и не ел. Лишенный зрения, он углубился внутрь себя и произвел полную переоценку ценностей. Филиппийцам 3, глава 7 по 9 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую, да и все, да и все почитают тщетую, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога по вере». Евангелие от Матфея, 13 глава, 52 стих. Он же сказал им. «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подумал хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Все старое будет служить новому делу. Свои таланты, память, знания Писания он поверг к стопам Иисуса. Крест – это страдание, унижение, лишение. У веровавшего Христа и отрекшийся себя не будет торговаться со Христом, выпрашивать себе льготы. Если Христос его избрал из этого мира и сказал, что враги человеку домашние его, у веровавшего понимает, что это и есть его крест. За бортом его жизни остаются самые близкие, вплоть до отца и матери, которым, если они препятствуют в следовании за Христом, Христос заповедует ненависть. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. Если кто приходит ко мне, не возненавидят отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангела сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в мимоще, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушевствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в протеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Болезни, гонения, узы, скорби – это дары Божии, это наш сладостный крест из его длани. Если человек отверг себя, растоптал свое «я», он никогда не скажет ропотных слов. Почему на меня такие несчастья, если я верующий? Почему на меня? Почему я должен? Такой ропотник укорачивает свой крест и не несет его добровольно. Послание Иуды, 1 глава, 16 стих. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но почти все люди, приходящие в церковь, желают наследовать Царствие Божие, то есть следовать за Христом, идти на третьей ступени. Совершенно не заботясь о первых двух ступенях, а на тех ступенях – отвержение от своего «я» и безропотность, то есть то, что сохраняет природное, плотолюбное, земляное, ненебесное, оно пренебрегается Царством Небесным, предшедшим на землю в образе Иисуса Христа.